Привыкнуть к какому-то тяжелому труду, каждый день туда идти, на жаре раскидывать этот песок. Не хочу, не буду, но надо, не надо выбирать в партнера, друзей никогда. Каном это прям сразу недовольно абсолютно всем человек. Поехал я, короче, чинить лифт в жизни вообще лифт и не чинил, но... Кто красавчик? Подкаст. Друзья, всем привет! Это канал Кто Красавчик? И сегодня мы поговорим на тему, как с помощью всего лишь 1 тысячи рублей запустить успешный, классный бизнес. И ниша у нас сегодня это ландшафт. Я пригласил Диму. Дима, привет! Привет, Алексей. Давай про это поговорим. Дмитрий Воробьев. Руководитель проекта ландшафтного бюро «Мистер Грин». Огромный практический опыт в создании ландшафтов с самыми разными задачами, даже очень сложными. Прошел весь путь своими руками. От простого рабочего до руководителя проекта без стартового капитала и вложений. Давай сразу со старта. Сколько ты занимаешься ландшафтным дизайном и каким образом ты с помощью тысячи рублей запустил себе бизнес? Ну, именно самим ландшафтом я занимаюсь порядка 6 лет, но к нему я шел на протяжении, в принципе, сейчас общий период. Это где-то 12 лет. И вот уже 6 лет я занимаюсь именно ландшафтом. С чего начинал дизайном? С 12 лет. Начинал, пришел, 21 год, на стройку. Устроился просто, раскидывал КамАЗы с песком. Платили тогда рублей 700 за КамАЗ. Вот. И это был прямо самый именно сложный период вообще исключить все остальное, когда тебе надо пересилить себя. То есть, привыкнуть к какому-то тяжелому труду. Каждый день туда идти на жаре, раскидывать этот песок, таскать. То есть, очень много ребят там отсеялось. Прям кто-то через день, кто-то через неделю. Вот. А ты в таком формате сколько проработал? Я в таком формате проработал, наверное, месяца три. Потом я уже пошел на повышение. Дальше там, помимо просто разнорабочего, я уже занимался дренажами, там еще чем-то. То есть, монолитными работами. То есть, это прям такой тяжелый труд. Ты реально прям не настолько даже, сколько физически. Физически ты очень быстро к этому привыкаешь. А вот именно морально тебе это прям постоянно давит. Потому что раньше не занимался ничем настолько тяжелым. Но морально в каком формате? Мне почему-то казалось, что наоборот такие работы, условно, типа чисто физическая история. А морально нет давления. Нет. Нет. Именно. То есть, ты морально устаешь от того, что это темпы. Это постоянное повышение темпов. То есть, ты только привыкнешь к одному. Уже идешь заниматься чем-то другим. Еще что-то, еще что-то. То есть, ты именно уже как бы начинаются гонки вот эти вот. Не хочу, не буду, но надо. И идешь, и делаешь. И самое главное это переболеть так немножко. И научиться там вставать. Вот я уже порядка 12 лет. Каждый день я в 5 утра встаю. В 5 утра ты встаешь? Да. И по выходным, и по будням. Вот. Как-то так. На этом канале я записал уже больше 70 подкастов. Почему я это делаю? И почему вообще этот формат очень круто заходит для вас? Я реально хочу узнать секрет предпринимателей, которые легко живут, легко путешествуют, легко зарабатывают деньги, занимаются любимым делом и так далее. И поэтому для вас я подготовил трехдневный бесплатный марафон по мышлению. Потому что большинство наших гостей очень сильно говорит про мышление. Ну, все равно, да, когда ты хочешь развиваться, тебе важно заниматься там прокачкой мышления, припрограммировать свои какие-то негативные установки и так далее. Я этим занимаюсь уже больше трех лет. И для тебя я подготовил трехдневный бесплатный марафон с практиками, с медитациями, с проработками. Это очень мощный, крутой марафон, который доступен по ссылке в описании. Там мы вместе с тобой встретимся. И каждый день, пока мы будем вести марафон, по часу в день я буду давать практическую часть, которую мне сильно, которая меня сильно помогла вырасти и дала крутые и мощные результаты. Кто красавчик? Подкаст. Расскажи вот этот переломный момент, когда ты работал, получается, 12 лет ты вообще, да, в этой истории, по всей 6 лет ты занимаешься ландшафтом. Когда у тебя был перекос с точки зрения «Уйду из найма, начну заниматься своим». Перекос был уже на тот момент, когда я и поработал уже на разных, получается, направлениях в строительстве. Я побыл и монтажником, и бригадиром, и начальником участка и решил уже начать заниматься самостоятельно. А вот эти все повышения были в рамках одной компании? Нет, нет. Это просто смена. Да, ну, я как бы так пытался себя, может сказать, найти где-то здесь год, здесь два, здесь три. Вот. И решил заняться чем-то своим, думаю, ну, надо, я вроде что-то умею, что-то могу. Вот. И тут вот был прям самый такой интересный момент, это были как бы взлеты, падения, взлеты, падения, взлеты, падения. Вот, набитие таких шишек конкретных. То есть, искал людей, искал мастеров, искал бригады, начал находить заказы. И до определенного какого-то момента вроде идет, 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 идет. Но как только ты вот не можешь, вроде, приехать на объект, посмотреть, это вот беда такая вот, да, там, прорабская, то, что где-то что-то отвлекся, и уже косяк. То есть, постоянно нужно во внимание какой-нибудь проект. Да, да, и получилось, получалось как, то, что бывало заказчики дадут там бригаде аванс или еще что-то, кто-то забухал, кто-то еще что-то, испортили материал. То есть, да, на самом деле у меня было там это прям жесткие качели. Это на самом старте, да? Да, то есть, только все идет, ты закупил уже инструмент, то есть, начинаешь этим заниматься, и пам, все. Жестко испортили там материал или что-то, короче, украли, кто-то, бригады куда-то делались, ну и продается инструмент. Пару раз продавалась даже машина, вот, чтобы как-то... Чтобы просто покрыть... Да, чтобы покрыть расходы, разойтись просто даже заказчиком как-то. Давай вот прям по ошибкам пойдем, это будет интересно. Первая ошибка – это подрядчики, да? То есть, получали авансы и... Да, 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 да. Вот, это был, как бы, вот такой вот именно опыт, да, то, что я вроде, типа, сейчас все у меня будет нормально, да, но получается то, что с заказчиками не получалось нормально как-то общаться еще, то есть, не получалось делать договоренности каких-то, не было там договоров, вот, бригады, ну, прям так вот там, а Вася, давай Васю, а Петя, давай Петю. Вот, и там тебя Вася с Петей так жестко там берут и всаживают это. Насколько максимально всаживали? Ну, по тем деньгам, где-то, наверное, там на миллион, это был прям... Это какой год? Это был год, наверное, 15-й, 16-й, 14-й, вот эти вот такие вот моменты. То есть, миллион, ну, каким образом, то есть, они как-то получали аванс или они просто забирали с собой там оборудование? Получали аванс, да, и все, начинали бухать прямо на объекте, по синей дыне, короче, все это дело, там, пытались что-то сделать, в итоге, там, утром ты приходишь, ты понимаешь, что полный капец, дорогой материал, то есть, спорты. Вот, я тогда уже, как бы, и в отделке, и там, в стройке, где-то по чуть-чуть, вот одна бригада все вроде хорошо, другая бригада берет тебя, всаживает, то есть, соответственно, ты все полностью там быстро-быстро пытаешься где-то найти эти деньги, как-то все эти моменты сгладить, в общем, ну, чтобы, по крайней мере, да, там, про тебя плохо не говорили, вот. Если бы сейчас ты вот вернулся, или, там, например, ну, там, условно, совет дать самому себе, как бы ты сейчас выбирал вот команду или подрядчиков, на что обратить внимание, чтобы тебя так не кидали? Я бы обратил внимание на то, чтобы я бы начал искать не из города, во-первых, то есть, не из своего города, мастеров, вот, я бы присмотрелся к ребятам из ближнего зарубежья. Они более честные? А они, смысл, приехали сюда работать и зарабатывать. Все, то есть, у них нет времени на попухать вот это? Да, нету там, у меня свадьба, у меня день рождения, мне надо в поликлинику, там, мне надо это, мне надо это, мне надо кредиты платить, они четко приехали работать, зарабатывать, то есть, это, ну, на самом деле, надо быть таким, знаешь, человеком, уехать в чужую страну, оставить семью, оставить детей, чтобы чисто зарабатывать. И у меня сейчас работают ребята с Узбекистана, вот, уже долго работают. Они себе здесь вообще почти ничего не оставляют, только чисто на продукт. Все деньги полностью отправляют домой, там у них строятся дома. У меня вот факт про подкаст, как раз-таки, ребят, то, что вот этот подкаст я запустил из-за такого человека. Я ехал с таксистом из Марканта, и он рассказал историю свою, у него там пять детей, он приезжает раз в год, все деньги туда отдает, они там построили уже дома. Это моя королева, этот, и я такой, блин, какая крутая история. Я говорю, давай подкаст запишем. И у меня подкаст вот пошел из-за такого, из-за такой истории, я прям впечатлился сильно. Я очень много с ребятами, то есть, общаюсь, мы устраиваем там праздники какие-то, посиделки, то есть, совместные там, вот. И, да, они на самом деле интересные, смелые такие ребята, которые прям ради семьи прям взяли в другую страну, свалили все и работают, причем тяжело, вот. Так, первый совет, это присмотреться. Ну, да, по крайней мере, то есть, я присмотрелся, то есть, к ребятам, во-первых, они проще, гибче к обучению, вот, не будут бить себя в грудь, мы все знаем, все умеем. Вот, будут делать так, как, грубо говоря, покажешь, расскажешь. И, ну, да, пройдет какой-то момент времени, пока они научатся это делать, да, но, по крайней мере, они тебе не скажут, все, давай, пока там, или вообще просто куда-то сбегут. Ну, тоже есть момент. А это, получается, вот у тебя на стройке, да? То есть, стройкой начался заниматься? Да, это тогда я занимался, получается, стройкой, там, отделочными работами, сантехникой. Вот. А как ты перешел на ландшафт? Ну, дальше, там, интересная история. Да. Вот. Получалось, дальше как? Дальше была история, ну, вот эти вот взлеты, падения, очень прям сильно они меня шатали, били. Вот. И после последнего такого вот падения я встретил свою жену в будущем. Что за падение было? Можешь чуть поверни? Что случилось? Ну, опять, был очередной объект. Вот. Это была отделка. Вот. Это была дорогая итальянская плитка. Вот. И все было испорчено вообще просто, все смеси, вся плитка. Офигеть. Да. Да. Это, кстати, вот один важный момент. Тогда у меня был, можно так сказать, на этом этапе партнер. Вот. Не надо выбирать в партнера друзей никогда. Вы больше не друзья с ним? Нет. Вот. Да. И так вот получилось. То есть, был прям жесткий очень момент. Опять все, я прям, ну, ни инструмента, ни машины вообще ничего. У меня даже в какой-то момент опустились руки. Это на мой момент сколько тебе было? Мне на тот момент было где-то 24 года. И я вроде опять пошел в найм. Я пошел, искал работу с сантехником. У меня было там объявление. В общем, мастер на час. Я прям полностью отказался от каких-то подрядчиков. И я реально там везде как бы ходил. Все сам делал там своими руками. У меня было так реально проще. Ну, по крайней мере, у меня сложилось это в голове из-за того, что эти подставили. Ну, да. Понятно. Уже есть определенность. Да. Да. Вот. И потом в какой-то момент я встретил свою будущую жену. У нас там все закрутилось, завертелось. Начали там совместно жить. Я вообще, прям вообще без работы. То есть ни копейки вообще ничего у меня за душой. Ни гол, как сокол. Вот. У меня кроссовки, штаны, футболка. Короче, все. Вот. И она работала. Она работала. Она работала. И я в какой-то момент решил опять газануть. И попросил у нее денег. Тысячу рублей. О, как раз та самая тысяча. Да, она пошла, короче. Она работала поваром, сушистом. Вот. И она получала тогда вот дневную оплату после каждой смены. И вот оплата у нее там 2500 смена. И она мне дала эту, короче, тысячу. Я сделал на эту тысячу рекламу, объявление. Буквально дня через два. На Авито, да? Да. Сделал там все продвижение. Буквально дня через два мне звонят. Вот. Предлагают дом. А дом – это отделка, инженерные там, коммуникации, электрика, сантехника. В общем, отопление, отделка. Деревянный дом в деревне недалеко там от Переславля. Я соглашаюсь, звоню там другу, машины у меня нет, чтобы он меня отвез на эту встречу. Из инструмента у меня рулетка, блокнот, карандаш. Вот. И, в общем, приехал на объект, поговорили, посмотрел, что надо делать. Все обмерил. Прям настолько было сильное желание, короче, что-то сделать. Вот с этой тысячи рублей. Я прям при заказчиках все обмерил. Все обмерил, сделал прямо на коленке, можно сказать, смету. Вот в этом блокноте. Все там заходил, смотрел на базе. Этот материал столько стоит, этот столько, этот столько. Сделал смету, показал, короче, все смету устроил. Вот. Мне оставляют прямо аванс на закупку там материалов. Вот. И все. Я там счастливый, еду домой. Все круто. Там надо собрать там же вещи какие-то, чтобы работать. Вот. Надо инструменты. А, то есть, ты планировал, или ты, сейчас мы это узнаем, но, то есть, ты собрал ищешь, смысл поехать в дом и там. Ну, не жить, а вообще, то есть, мне надо же рабочую там, как бы, одежду, да, там еще что-то, какие-то моменты. Из инструмента у меня реально, то есть, там, чего-то где-то на пять там покопал, что-то поискал, думаю, блин, нифига нет. Вот. И будущее у меня жена, вот, делала такой шаг. Мы пошли в магазин инструмента, и она взяла, оформила на себя рассрочку, короче. Вот, ну, прям реально это смешные деньги. Но на тот момент для нас это не было реально смешным. Это был какой-то, это был реально какой-то огромный прям шаг, и сумма даже, это была такой прям, ну, для нас она была как бы реально внушительной на тот момент. 18 тысяч рублей. Вот. Ну, это хорошие деньги нет. Слушай, когда ты в таком состоянии. Да, да, и мы взяли на вот на эти 18 тысяч рублей инструмент в рассрочку в магазине, вот, да, и меня то кто-то подвозил. Ну, несколько раз я вообще ходил пешком на этот объект, и полностью весь объект, весь вот все, что там было, я его полностью разобрал, я его полностью собрал, у меня до сих пор там хранятся в гугл фото. Видео, фото там с этого объекта, вот, я его делал один. Иногда приходило, приезжал там ее отец, привозил, вот, моя будущая жена, она приезжала, привозила мне обед и даже помогала мне работать. То есть, держала гипсокартон, там, потолку его прикручивал, то есть, там, помогала мне профиль там резать, реально прикручивать, короче, там, держала все. Вот, и смысл все, я там месяца, наверное, за три сделал этот весь дом, получил полностью деньги, вот, мы взяли под конец уже этого объекта, мы взяли в рассрочку машину. Уже не инструменты. Да, мы взяли машину бушную, там, у меня был китайец. Уже тогда знал тренд. Ну, да, там такой был тоже момент, печальный с этим китайцем. Вот, взяли машину, мы поехали, в общем, в Ярославль, там, торговый центр, вот, а возили, на самом деле, ее маму на обследование, там, больницу. Я подъехал к торговому центру, я быстро побежал в торговый центр, купил, короче, кольцо, вот, и на парковке торгового центра, там, при ее маме, короче, ей предложение сделал. Там мне теща тогда сказала, короче, смотри, я, говорит, ну, назад ее уже левась бы, вот, я надеюсь, типа, ты уверен, вот. Ну, и как-то вот полностью на уже вот эти деньги с этого объекта мы там платье купили, короче, и там пиджак, там, туда-сюда, на рынок, там, вот, сыграли, в общем, свадьбу, сыграли свадьбу, полностью, может, сказать, вот за свои закровные, ну, и дальше так вот продолжалось уже какое-то время еще, я был там тут что-то делал, там что-то делал, вот, и я захотел еще дополнительно, ну, пойти куда-то там сутки, трое, допустим, там тоже работать, пускай там сантехником, электриком, что-то такое, вот, плотником, ну, мне реально был важен именно заработок, именно зарабатывать, то есть, приносить это все в дом, вот, жили мы тогда, кстати, вообще в общаге, там, съемная общага, у нас была вот комната 12 квадратов, я, она, там, ее собака, Йорк, вот, у нас там, прикинь, это и кухня, и прихожая, там, и спальня, и, короче, все. Слушай, ты согласишься, что это лучшее время для того, чтобы вот идти как раз-таки своего человека? Да. Сейчас многие ребята, вот, с кем я общаюсь, ну, я общаюсь с такими богатыми людьми, там, ну, кто зарабатывает, там, больше миллиона, и им сложно, ну, то есть, он говорит, все, ну, то есть, ну, как бы, на такое готовое, ну, естественно, все, а как проверить? Ну, а это же офигительно вообще. Да, и на самом деле это очень прямо важно, потому что, ну, по сути, кроме нее меня никто не поддерживал, вот, все там родные, еще кто-то, то есть, там, друзья, знакомые, все говорили, то, что я занимаюсь там какой-то фигней, лучше пошел на завод, там, ну, хотя бы стабильность, а то ты тут мечешься, как не знал кто-то. А когда у тебя уже произошел успех, что они сказали? Типа, мы знали, что получится? Да, да. Ну, там, и мамин, друзья, там, все, мы всегда говорили, мы всегда ей говорили, то, что из тебя там прям, вот, ты же, ты всем еще покажешь. Ну, и вот, на самом деле, потом у меня произошел еще один переломный момент в жизни, вот, я поехал на очередной заказ, мне позвонили, надо починить лифт, я говорю, вообще не проблема, я говорю, приеду, все там, СУ, вроде назвал, телефон, все устроил, поехал, я, короче, чинить лифт в жизни вообще лифт не чинил, но... Ты по Итюбу чинил лифт? Как чинить лифт? Нет, самое прикол, я приезжаю, короче, в монастырь, вот, в лесу, ехал там часа два по убитой дороге, вот, там реально стеклянный лифт, вот, хорошо, что он оказался стеклянным, я, то есть, долго очень вокруг него ходил, можно было посмотреть со всех сторон, короче, где, чего, из-за чего, ну, и, в принципе, да, там, я за целый день разобрался, там, слетела одна пружинка, я, в общем, ее на место поставил, запустил, короче, этот лифт, вот, ну, и, соответственно, там была реакция, вот, хорошо, а вы не хотите ли у нас работать, я сказал, ну, я не знаю, короче, там, надо обсуждать, потом со мной связались, опять же, и уже пригласили прям реально обсудить работу, вот, какую зарплату хотите получать, и я, короче, согласился, так получилось то, что я сначала был сантехником, потом я сантехник-электрик, короче, потом уже мне там начали помощников давать, а потом уже произошло, что, начали приглашать уже даже на какие-то прям совещания, и в какой-то момент там был затык с инженерными коммуникациями, у нас остался без воды, там, лопнула одна, короче, труба, и, чтобы трубу починить, должны приехать специалисты из Москвы, а это, ну, прям время, и в какой-то момент у меня спросили, что можно сделать, вот, и я сказал, полчаса отдела, мы сейчас все это починим до приезда, там, к какой-то компании, ну, пришли, просто вырезали кусок трубы, там, на ПНД муфтах вставили другую трубу, именно, то есть, не клеили вот эту, там, ПВХ трубу, а просто так кусок, чик-пум, муфтах пластиковых поставили, запустили, все, вода идет, нигде ничего не течет, все работает, так, короче, вот до сих пор, и, собственно, благодаря вот этому починили, так, больше никакие, там, специалисты уже не приезжали, ее ремонтируют, все же работает, вот, меня, в общем, повысили, сделали главным инженером, так уже получилось, какой-то момент, ближе почти к завершению этой карьеры, да, там, в монастыре, приехала женщина, и женщина, это, казалось, ландшафтным дизайнером. Она сделала, там, проект, все, подбор, то есть, материалов, но у нее нет людей, и люди наши, и, соответственно, я, как бы, просто, там, за ней хвостиком ходил, а это что, а это что, а это что, а это что, то есть, ну, и, как бы, мои люди выполняли работу, она ставила задачи, а я просто за ней, там, можно так сказать, смотрел, все узнавал у нее, расспрашивал, разговорился, и мне прямо настолько, как бы, и сам человек был приятен, и вообще понравилась вся атмосфера, и понравился результат, самое главное, то, что я, вот, просто задумался на эту тему, переваривал пищу, чем бы я реально хотел заниматься, и у меня, вот, все, прямо ландшафт, 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 и читать, изучать, там, все, полез, сделал рекламу, вот, буквально через неделю у меня, прям, первый заказ, ну, первый заказ там был просто тупо-тупо трубу, короче, от колодца до дома провести, но, на самом деле, мы только приехали, и сразу разговорили с заказчиком, мне надо планировку, дренажную систему, это, это, газон, дорожки, я говорю, все могу, вот, и вот с этого как-то все прям понеслось, закрутилось. Ну, а какой вот ты дал совет вот ребятам, которые сейчас проходят такой кучу? Ну, не останавливаться, надо, то есть, именно верить там в свои силы, как бы усердно идти, добиваться, то есть, изучать, обязательно изучать то, чем ты собираешься заниматься, досконально изучать, пока ты не сможешь это все сам знать, пока ты не сможешь это на практике сам реализовать, вот, ты не сможешь контролировать нормально вообще людей, которыми ты собираешься руководить. С кем бы ты никогда не сотрудничал, ну, в рамках своих проектов? Если это заказчики, вот, ну, тут есть моменты, есть моменты, когда человек из тебя с самого начала начинает видеть скидку, вот, беги оттуда, нечего там делать. Потом это будет продолжаться тем, то, что он будет вечно всем недоволен, то есть, там, где вот с самого начала есть скидки, я прошел, то есть, вот этот вот именно пиковый момент, да, когда мы пытались на эконом работать, то есть, эконом, это прям сразу недовольно абсолютно всем человек. Да, если все круто сделал? Да, это абсолютно всем недовольный человек. Где вдохновение и вообще идеи берете для проектов? Не, ну, тут разные места, вот, во-первых, там, можно достаточно погулять, да, куда-то съездить в лес, в парке, вот, очень много чего черпается, на самом деле, там, из втыкания в телефон, вот, то есть, втыкаешь реально, там, да, черпаешь информацию, вот, у зарубежных коллег очень много крутых, у наших, то есть, коллег у российских тоже есть очень интересные моменты, то есть, которые, как бы, и мы применяем, да, там, и, ну, такая открытая площадка, в принципе-то, то есть, ты учишься, у тебя кто-то смотрит, тоже учится. Почему клиенты выбирают тебя, твою компанию? Вот, какие есть ценности внутри компании, почему клиенту, как бы, приятно с тобой работать? Или, может, кстати, можете, я не знаю, может, неприятно. Приятно с тобой работать или неприятно? Да. Да, с нами приятно работать, вот, мы тоже, как бы, не работаем со всеми подряд. Подряд, мы выбираем, вот, если, опять же, я говорю, то, что неприятен человек, мы не будем работать и контактировать дальше, мы просто заняты, вот. Если вдруг вам нужен ландшафт, то по ссылочке там в описании все можно найти, все оставлю. Вот, и, в принципе, ну, мы болеем вообще тем, что делаем, вот, мы болеем, мы не бросаем, то есть, у море постоянных именно заказчиков, то они все, я думаю, будут смотреть, я им ссылки тоже скину обязательно, вот. Я думаю, они подтвердят то, что сколько бы не было разных каких-то проблем, даже уже, когда заканчивался какой-то гарантийный период, мы всегда приходили, короче, выручали, помогали, вот. Ну, и плюс у нас, как бы, гарантийный период тоже не как у всех, ну, не пишем, потому что один год, вот. У нас гарантия от трех лет. От трех лет. Вот, на какие-то... Какие-то уже ситуации были, когда по гарантии выходили? Да, конечно, постоянно. Расскажи парочку. Ну, бывают моменты, да, земля, это вещь не постоянная. Вот, допустим, у нас были моменты, все на объекте было хорошо, несколько лет. Вот. Допустим, прошлая зима, она оказалась такой, как сказать, ушли грунтовые воды. Ушла вода в колодцах, везде ушла вода. Вот, бурюли там много очень скважин. И весной, когда вот это вот, помнишь, да, в прошлой весной прям жара, жара такая пришла, и моментально вообще все растаяло. Вот. У нас там, ну, здесь мало было, наверное, в Москве, да, там снега. У нас было очень много снега, вот. И он моментально за неделю весь растаял, насытил все почвы, то есть максимально грунтовыми водами. Это как бы и, в принципе-то, форс-мажор. Ну, вот, мы можем и так как бы съехать, но мы так не съехали. Вот, у кого-то погреб поломало, порвало. То есть, реально там вот эти вот погребы, которые... Есть полипропиленовые погребы, которые не боятся грунтовых вод. Вот. Они боятся грунтовых вод. Надо верить во все подряд. Вот. И, то есть, да, прям жестко очень порвало погреб. Он находился уже под фундаментом. На фундаменте уже был построен гараж. Угу. Вот. И мы весной прям реально, то есть, вырезали там часть плиты, обкапывались, то есть, копали шахту вокруг этого погреба, полностью убирали оттуда все там грунты, все, конечно, все, что есть. Копали глубинный дренаж, убирали всю воду. Вот. Бетонировали его там уже по кругу, делали растяжки, распорки внутри. Это пока ранее как раз? Да, да. Ну, там заказчик пошел навстречу, потому что мы тоже пошли навстречу. Мы могли соскочить, и это как бы не наша вина. Ну, какой-то компомент. Да, производитель вообще сразу соскочил. Сказал, мы ни при чем. Вот. Никаких гарантий. Вот. И все. Да. Ну, такое тоже бывает. И как бы заказчик там оплачивал материалы. Мы взяли полностью на себя работу. Ну, мы расходимся, то есть, очень хорошо. И со многими вообще заказчиками там, как бы, можно сказать, даже чуть-чуть дружим. Мы поздравляем там на Новый год, подарки дарим друг другу там. Кайф. Вот. На дни рождения поздравляем там даже хотя бы там сообщением. Ну, как так. Что тебя вдохновляет? Меня вдохновляет. Меня вдохновляет, ну, в принципе, вообще все, что есть вокруг. Вот. То есть, природа, деревья, озера. Ну, вообще все вдохновляет, да. Вдохновляет то, что можно создать что-то крутое, сделать. То есть, человеку максимально комфортную какую-то обстановку. Сделать что-то, что будет там прям долгие годы как-то радовать вот человеку. То, что этот человек там тебя через пять лет там увидит, он тебя помашет, там, поздоровается с тобой, да. Это будет видеть там ребенок там мой. Вот. Такие моменты. Ну, короче, такой созидатель. Да, да. Это вот созидание, оно вдохновляет продолжать. То есть, и постоянно-постоянно что-то делать. Вот. Как так. Ты рассказал вот про то, что про крисы, да. Это очень классно. То, что ты шатал. Вот такая очень крутая история. Да. А в какой момент это перестало быть? Это перестало быть, когда родился ребенок. Это реально. То есть, это тот первый объект, когда уже все. Да. У меня... Уже нет шансов. Нет шансов. У меня рождается ребенок прямо в процессе работы. Меня звонит жена из роддома. То есть, у нас прям все сразу пир на весь мир. С заказчиком, с рабочими, вообще со всеми. Ну, тут же прямо за коньяком уханули, короче. Думаю, ты у заказчика там все быстренько и гриль поставили. Ага. Все. Я на тот момент, кстати, еще помню. То есть, вот то, что рабочих, да. Вот уже были рабочие. И тогда у меня были там трое молодых ребят из Таджикистана. Классные вообще парни. У них там было тоже по 17-18 лет. Они прямо вот именно приехали, короче, работать. И я на тот момент работал реально с ними. Вместе в траншеи, там с обоиным молотком, там что-то с лопатой, трубы укладывать. Давай там, то есть, весь прямо грязный. Там у меня фотки тоже есть. Это было где-то вот как раз там март, месяц. Все таяло, все текло, короче. Весь стоишь в траншеи, весь чумазый, черный такой, довольный. И вот с этого момента, в принципе, там перестало шатать. Уже пошли, то есть, заказы именно целенаправленные. То есть, именно по ландшафту. В первый год вот этой вот работы, получается, я сделал три объекта. Это то, что я смог осилить. Прямо на самое начало я сделал три объекта. Три участка полностью под ключ. Первый объект. У меня очень хорошее отношение с заказчиком. Вот недавно ему он как бы там связался. За прошлым году мы ему полностью вообще переделали весь участок. Там котельные, не котельные, вообще все моменты. Три ценности твои, как человека. Наверное, упорство. Упорство. Честность и уверенность. Круто. Если бы вопрос денег был полностью решен в твоей жизни, чем бы ты занимался? Давай, условно, мы сделаем такой формат, что не миллиарды долларов, но у тебя вот, чтобы ты там путешествовал. То есть, хороший такой формат закрытия твоих базовых потребностей, которые приходят постоянно и, может, чуть-чуть больше. Ну, во-первых, продолжал бы чем-то заниматься. Знаю тех людей, у которых приходят просто постоянно деньги. Они ничем не занимаются. Это уже такие... Ну, то есть, не очень приятные люди. Ну, то есть, там, тебе нечем заняться. Это плохо, когда тебе нечем заняться. Очень плохо. У меня был один товарищ, он 2,5 миллиона начал зарабатывать в пассиве, и он зашел в депрессию на два года. Ну, тут смысл обязательно. Я знаю прямо очень богатых людей, и реально там у людей бетонные заводы, еще что-то. А он сам, то есть, ездит на экскаваторе, копается в глине. Для него это большая игрушка, ему это по кайфу. Да, да, да. Вот. Я вот себе, допустим, сейчас на участке я высадил горные сосны. Я вот хочу потихоньку, понемножку начать заниматься искусством Ниваки. Вот. То есть, формированием сосен. Это как бы именно чисто для себя, да, там, посмотреть вообще на что я способен, как у меня это будет получаться, да, и я знаю, что это не будет получаться там сейчас впервые там два года, может, три года. Но именно вот добиться как бы упорства чего-то вот от этого тоже, потому что тоже нужно хобби. Предпринимателям рождаются или становятся? Ну, тут моменты такие, то, что, наверное, 50 на 50, кто-то родился, кто-то стал. Ну, родиться на самом деле нет. Вот. Есть что-то, что в тебя вложила семья, да, возможно, какая-то жилка, усердие, там, орфография, там, умение развивать, говорить правильно, развивать свою речь. Вот. Но вообще, то есть, всему, все время, как бы, да, там, надо учиться. Это вот тоже со школы, да, там, зачем мне геометрия, зачем мне это, зачем мне это. А сейчас это все надо. То есть, тебе пригодилась геометрия? Мне очень много. Тебе очень пригодилось. И геометрия, и чертение. Немного чего пригодилось. Сколько ты тратишь в день на себя личные расходы? Ну, не знаю. Когда, как. Ну, вот если без путешествий, без покупок чего-то, вот условно бытовая жизнь, там, от месяца, от первого дня до тридцатого. Сколько выходит жизнь? Месяц? Да. Не бизнес-расходы. Я понял, понял. Ну, так, если ничего никуда не есть, в районе трехста, наверное. Триста тысяч. Хорошо. Я специально не спрашиваю, сколько зарабатываешь, но я хотел спросить. Ну, ладно. И давайте тогда финальный вопрос. Три совета начинающим предпринимателям можешь прямо в камеру рассказать. Друзья, не слушайте никого, ни своих друзей, ни родных, когда вам говорят, что занимаетесь ерундой. Во-первых, поставили себе цель, вы должны идти к этой цели, вы должны добиваться, должны упорным, трудом усердно идти. То есть, добиваться, если хотите в чем-то посильнее разобраться, но не можете, устроитесь в компанию, чтобы посмотреть, как это все устроено изнутри, как идут переговоры. То есть, как компания работает изнутри, чтобы понять моменты какие-то, пройдите какую-то стадию в этой компании тоже. Ну, и самое главное, выбирайте то, чем бы вы на самом деле хотели заниматься, потому что себя можно долго искать, но вот именно то, чем вам будет заниматься по кайфу, именно только это сработает. Спасибо большое, Дим, что пришел. Ребят, мне кажется, что получилось офигительно, вы все знаете, нужно подписаться на канал, колокольчики поставить, все ссылки на Дима я оставляю в описании. Мне кажется, крутой получился подкаст, потому что ты рассказал офигительный путь вот этого кризиса, да, и настолько, я знаю, как проникновенно ты рассказал, потому что когда приходят эксперты, они как будто бы уже выучили эту историю и рассказывают ее. А у тебя прям очень круто, и после разговора с Димой мне захотелось чуть побольше поработать, потому что я как раз тот человек, который немного работает. А ты, кстати, вот сейчас сколько в день работаешь? Ну, зависит. Зависит эта ситуация, но в среднем, я говорю, я встаю вот в 5 часов где-то, чтобы как раз там принять душ, занимаюсь каким-то расписанием, то есть смотрю расписание, делаю, нарезаю задачи. Вот, совершаю там утренний обход, какой-то объезд, все равно там ездишь, да, снимаешь истории, там, как круто получается. Вот вчера я палец вот порезал, тут чуть-чуть кусок у меня, кожа слез, на объект приехали реально очень крутые там водосборники, и я начал их ставить, они соскочили, а железом вот порезался. Круто, что нашел свое дело жизни, и до сих пор все равно едешь на объекты, и в 5 утра встаешь. Спасибо большое, что пришел, Дим. Все, ребята, всем пока, счастья, здоровья.